Хранить картофель в соответствии с новейшими технологиями. В Нижегородском регионе началось строительство инновационного овощехранилища. Здесь же будет создан и логистический комплекс по фасовке, рассчитанный на 16 тысяч тонн овощей. На его возведение до конца года инвестор вложит 2 миллиарда рублей. Все потому, что инвестклимат в регионе благоприятный. Есть такое понятие «благоприятный инвестиционный климат». Если в области хорошо комфортно работать, если хорошо принимает, и все вопросы решаются достаточно оперативно, то есть работать здорово и работать приятно всем. Подобные инвестиции – результат серьезной работы областного правительства. Сейчас идет борьба за инвесторов, и поэтому нужно создавать условия для того, чтобы инвестиции приходили в области. Такие задачи перед руководителями районов, городских округов мы ставим. Совершенствуем наше законодательство, в том числе и на последнем ЗАГС-собрании приняли решение о сокращении пути согласования, об упрощении выдачи разрешения на строительство, об упрощении получения документов на ввод объектов в эксплуатацию. Новый комплекс в Лукояновском районе позволит закрыть потребности области в картофеле. К слову, это 100 килограммов на человека в год. Нижегородская область на сегодняшний день очень привлекательна с точки зрения инвестирования в сельское хозяйство. Есть несколько еще проектов овощных, овощей закрытого грунта. Мы предоставили сейчас три площадки, идет по ним наработка. Есть проект по вешенкам. Новые производства в районах как магнитом начинают притягивать вчерашних сельских жителей. Вместо того, чтобы сидеть в офисах на невысоких зарплатах, они возвращаются в деревни. Олег Мишин вернулся в родное село из Нижнего Новгорода и ничуть не жалеет. Работает механиком на новом тракторе с кондиционером. Кстати, селки тут итальянские. Я хочу просто пожелать всем и на будущее, чтобы люди не искали что-то такого, а шли бы в сельское хозяйство. Сейчас оно перспективное и желаю всем, чтобы работали так же с душой, как мы, и чтобы земля нас кормила.